Так и будем считать. Итак, с прерванного места. Вот это вот мы прошли. И вот тот слайд, о котором я говорил, про ракеты. Что были, конечно, инженерные системы механические. Вот она электроника, изолированные островки софта. То есть какие-нибудь микроконтроллеры, раскиданные недалеко от моторчиков. Какой-нибудь компрессор и холодильная машина. И у компрессора микроконтроллер, ну там автомобиль какой-нибудь. Вот Software Intensive, это какой-нибудь истребитель, который уже без софта не летает. Какая-нибудь ракета, которая на боржу когда садится. То есть она уже как это. Там в SpaceX непонятно, чего больше, софта или железа. То есть там все цифровое. А дальше, вот это граница современной инженерии. Вот она Network Intensive. И это еще не за предел, потому что дальше красненькая Enterprise Organizational Governance. Децентрализованная. И Governance, это как вы помните, очень интересное слово по-русски. Оно назначает по факту не управляемость, а поднадзорность, подконтрольность. То есть Corporate Governance, это чтобы не вывернулись из-под управления, из-под собственника. И это, замечу, очень важное такое слово. Потому что Governance внутрь, как бы безопасность еще тоже вот такая вот встроена. И это не управление, не control. А дальше вообще начинается неведомый мир, потому что после того, как мы вышли за пределы предприятий, там же тоже еще есть, да, все эти общества, наложенные предприятия. Вот. System of Systems. Там вот мир еще сложнее есть. Что сказала системная инженерия? Она сказала, что мы вот сейчас вот тут, но дальше вот тут уже пахнет System of System. Мы ими продолжаем заниматься. Люди, прямо послала системные инженеры к 2025 году, кроме инженерного образования, у вас должно быть образование по конфликтологии, по социологии, по психологии. Смотрите, это инкоза, союз системных инженеров, он прям вот мировой, он сказал, что ребята инженеры, а ну-ка за парту. И все вот гуманитарные науки вы должны пройти. Это не вместо инженерного, а вдобавок к. Почему? А потому что, говорит, инженерия у нас пошла таких систем, в которых есть внутри люди, и вы не можете обойтись чисто вашими инженерными знаниями. Поэтому будьте добры добавить. Вот. И тут уже озвучали слова предыдущего докладчика, что хорошо бы вообще познакомиться и с экономикой, и с политэкономией. Я целиком согласен, потому что обсуждать системы, связанные с людьми, чисто инженерной или программистской, или, не дай бог, чисто хакерской какой-нибудь парадигмы, невозможно. Человечество слишком большое и многое напридумывало. Вот. И самое важное, что вот тут, даже вот тут вот слова, предпринятие не подлежит инженерии, вот чисто вот инженерии, как ракету, сделать, запустить. Это означает, что и да, он не подлежит инженерии, и многое другое не подлежит инженерии, да. Оно складывается, эволв, оно постепенно появляется, вот как растение растет, вот его надо поливать. И там есть несколько таких метафор, сейчас в инженерии обсуждается. Я этот слайд не стал уже вставлять, хотя, наверное, надо. Что инженерия вот совсем простых вещей, это вот как часы. Шестеренки сделали, собрали, починили, вот часы, они тикают, да, там, фабрика. А второе, это когда вы как садовник, то есть контроль у вас, конечно, полный, но не совсем, потому что растет то само, но вы ухаживаете, поливаете там, вот. А следующее, это когда у вас какая-то система, вот тут слово анархия регулярно звучит, да. Когда вы понимаете, что вы-то, конечно, хотите влиять на эту систему, у вас какая-то инженерия вот системы-систем, но вы не полностью владеете этой системой, и вы как лесник. То есть если пожар вы можете потушить, там, спасти пол леса, вот вы там тревогу подняли, браконьера вы можете задавить, но вот каждый кустик взрастить, каждое деревце там вырастить, вы не можете, и вы должны понимать, что это три разных вообще режима инженерии, режима производства, режима проектирования. Потому что вы еще можете садик, как садовник, спроектировать, да, и там прополоть то, что растет не там, где надо, но лес вы вообще не можете даже проектировать, он как-то он сам по себе, вы там сами по себе. И когда мы говорим о финтехе, то мы понимаем, что, я пытаюсь все время удерживать тему как бы финтеха, потому что доклад попрошен на грани, то я понимаю, что финтех очень бодро разобрался с системами, которые можно спроектировать, запустить, подождать, вытащить, сделать следующий релиз, это они внутри корпоративной. Дальше пошли системы типа садовника, которые вы поливаете, как-то они появляются, зарегистрированные там члены, дата-центры, а дальше раз, и вы уже лесник, вот, и когда случается пожар, вот один лесник, а все горит, да, там, легко ли заниматься финтехом? Да нормально, когда, вот, ты едешь на велосипеде, вот, и ты горишь, и велосипед горит, и все горит, и ты в аду, вот, это вот ровно оно, вот, лесник, который во время лесного пожара, он стоит перед лесом, и ровно поэтому я и говорю, что с точки зрения инженеров даже непонятно, что делать, но инженеры ставят, я возвращаюсь вот на этот слайд, инженеры себе ставят задачу, по крайней мере, в голову положить вот эту ситуацию, что бывают такие ситуации, надо с ними уметь работать инженерно. Тезис доклада у меня очень простой, что автоматизированная на 100% система, не имеющая принципала, сейчас будет слово принципал вводиться потихонечку, там еще через несколько слов, способная распоряжаться какими-то ресурсами, не может выйти в дискурс, с ней нельзя договориться, ее действия нельзя протестовать, эскалация неудачи отсутствует, это означает, что такие системы будут выкидываться. То есть люди в такие системы ходить не будут, потому что, вот, не будут. Ну, да непонятно, они будут вот спотыкаться на пороге, говорить, а где, а все, форум пользователей. О, они будут говорить, три шага назад. Просто на пороге, понятно, да? Вот, и это и есть огромная проблема, потому что, чтобы вот с этим разбираться, вам надо очень много менять, и мой доклад как раз вот называет по очереди, все вот эти вот вещи, которые надо менять в мышлении. То есть сам тип инженерии надо менять. Какие у нас есть виды системы-систем? Поскольку системы-систем, там очень интересно, когда мы говорим о простых системах, электрических, сложных, там, все нормально, да? То есть у вас есть архитектор, у вас есть инженер, ну, вот, как бы, система-часы. А когда мы говорим о системе-систем, там все это исчезает, потому что этот тип систем определяется следующим образом. Это когда у отдельных систем есть свои хозяева, свои собственники. Это означает, что у них свои бюджеты развития, свои планы, свои чертежи, свой архитектор, свой инженер. И какое-то третье лицо вдруг говорит, что вот это вот все, вот вы, например, тут сидящий, каждый себе хозяин, вот я тут. Вот мы каким, вот кто-то третий говорит, вот меня же сюда когда приглашали, что вот мы должны составить тут систему на эти два часа и как-то сработать. Ну, то есть вот этот план, он как бы у кого-то там третий, он до нас довел, что от каждого требуется. Вот этот вот момент, он часто очень забывается, что не факт, что системы-систем как-то могут договориться. Значит, первое, этот третий, какие вообще виды, вот это американская армия любит так работать, управляемый, директор. Есть кто-то назначенный, мы тут знаем, кто организатор, да? Потому если мы тут вот разойдемся во мнение, читать мне доклад, следующему докладчику, как есть организатор, его последнее слово. Беневолент, вот этот самый диктатор, да, вот самодур. И это классно, потому что ситуация тогда не отличается от инженерной. Американская армия тоже думала, что она в таком ситуации, когда начальник штабов сказал, что когда у нас идет бой, космические войска должны сработать со своей разведкой, с морскими, вот те должны стрелять далеко, и танки, и все, и все на одной частоте. Вот, вдруг выяснилось, что американская армия не выполнила этот приказ. Как так, сказал начальник штабов? А как так? Там не коммуникация. Начали раскапывать, почему как бы такое работает. Приказ же. А выяснилось, что у них строчки в бюджете, для родов войск, это же объединенные штабы, у них строчки в бюджете, вообще говоря, через Конгресс идут независимо. Дальше надо пояснять, да? Вы попадаете сразу в системы систем. А вы поменять, пожалуйста, меняете конституцию, назначаете главного там, архитектора всех систем вооружения, да и вообще немножко большая система, чтобы одного главного там, на всю армию назначить. И начальник штабов оказывается не в состоянии сделать это единство. А что? Ну мы сразу попадаем в ситуацию лесника, и ты можешь посоветовать разным родам войск, беседовать друг с другом, и медленно, с ритмом как бы вывода и ввода в эксплуатацию систем, начинать как-то эволюционировать, вот эволф вот к той точке, то есть вместе договариваясь. То есть сразу ты попадаешь в какую-то эволюцию, вот в тот самый вечный джайл, причем многолетний джайл. Там пришли ситицентрическая война. То же самое отнеслось к войне, то же самое отнеслось к разработке, и мы попадаем в мир людей, а далее очень интересный момент. Дальше подтвержденные, это когда те хотя бы признают начальника штабов, а еще есть сотрудничащие, которые все договариваются по каждому чиху, но архитектора нет, то есть надо всем собраться, потому что мы о главном не договорились. Понятно, да? Что мы просто игнорируем главного. Но мы готовы там договариваться, если понравится, то выполним, не понравится, не выполним. Может протокол, мы можем договориться, можем не договориться, но главное, договорились, протокол есть, но вот нет главного человека, который выполняет роль конструктора вот этой системы. А есть вообще дурацкие виртуальные виртулы, в которых системы не знают друг о друге ничего, не влияют друг о друге. А вот я вдруг решил, что город Москва, весь вот, все его жители, это система. Ну, они не знают, что я про них решил, но я-то про них думаю, что Москва это система, и попробуйте мне возразить, да? Что вот мы сейчас будем развивать жителей Москвы, вот прямо отсюда, вот с 14 этажа. И ни одного, да? Да, и ни одного. Вот это ровно вот так. Или там вот мы сейчас будем развивать все стартапы страны, вот они вот мечтают, прям спят проснуться и выполнить планы, заниматься пятью направлениями научно-технического прогресса, вот как определено. Вот это всегда, вот. И когда вот такие системы систем начинают барахлить, а они начинают барахлить с позиции любого, пользователя их или там создателя, становится вот этот вопрос, как их чинить, да? И дальше опять вот мой тезис доклада, что все очень хорошо, когда все хорошо. Но как мне в одном колл-центре рассказывали, что колл-центр работает как? Когда они делают обслуживание, вот help же к ним идет, вот help desk, вот как работает. 95% они решают, ну вот там за 2-3 часа все разгребают. А остальное, 5% которые к ним поступают, такие происшествия, которые требуют невероятного напряжения сил, все ресурсы, все сотрудники только этим занимаются, долго-долго разгребают, потому что где-то что-то там на периферии прошло, и 5% заняло. Вот это вот ровно оно и есть. То есть все время что-то где-то барахлит, и весь ресурс уходит на вот это. Совершенно непонятно, как их чинить, потому что у вас нет полномочий даже по починке очень часто. Кроме того, и некому сообщить про починку, потому что у вас нет диагностики. Ну все системы не ваши. Почему системы с людьми относятся вот к этому? Как у либертарианцев, помните, самопринадлежность человека. Человек сам себе принадлежит. Все. Как только вы сказали, что человек принадлежит сам себе, это означает, что в любой системе, где есть человек, вы автоматом попадаете в систему систем. Я всегда рассказываю, вот тут меня просили байки приводить, да? Я рассказываю одну и ту же байку, что как отличить ситуацию, когда вы попали вот в систему систем от ситуации инженерного проекта. Представьте, вы запускаете ракету на Марс, да? Вы ее спроектировали, ну летит ракета, и вдруг левый ускоритель говорит, что-то я не верю, до Марса-то до чертиков, Луна-то вот. Летим к Луне ближе, понятней. Другие говорят, да ты что, мы же тут назначены на Марс лететь. Он говорит, не верю, не долетим ведь. Опять же, метеориты. Летим к Луне, и начинает всех вокруг убалтывать. И сам там тихонько выключается, говорит, что если я работать не буду, то мы же точно не долетим, тогда все вместе полетят. В системах из людей это штатная ситуация. То есть там и тогда, где и когда вы делаете какое-нибудь дао, где вы делаете какую-нибудь систему платежную, там есть какие-то люди, вы вот ровно вот в этой ситуации, что кто-то вот все летят на Марс, а вот он хочет на Луну, потому что ну просто не верит. Или наоборот, он верит, что все летят на Марс, но ему надо, чтобы все летели на Луну. А поскольку люди самопринадлежны, то вы ничего не можете сделать, он не признает вас как архитектора, и наоборот говорит, что это я, как это, свободные ресурсы тут ходят. Причем он себя не считает антиклиентом, как вы помните, в Дао там он наоборот защитник человечества. Вы должны мне заплатить за то, что я вам показал как жить. Хорошую сумму, кстати, назначил. Нормальную, да? На сохранение статус-кво и идеалов. И вот как их чинить быстро, как развивать, это непонятно. Причем чинить и развивать, как вы понимаете, это одно и то же. То есть смотрите, я все время рассказываю о том, что моя забота не про то, как все работает штатно. Моя забота, что происходит за пределами эксплуатации этих систем, и что ключ вот там. Что в рамке проекта надо включать вот разработку, починку, изменения, и что изменения всегда будут, и починка всегда будет. И что вот их надо рассматривать. Как компрометируется система не в тот момент, когда она работает, а как компрометируются те люди, которые ее разрабатывают. И есть ли они вообще, и как они автоматизируются, и люди ли это. То есть там интересные вопросы. Вот какие минимальные времена нам надо рассматривать в ходе работы системы. В ходе работы системы нас обычно интересуют, вот когда БОПы, Алиса вышли в поле, работают, взаимодействуют. Да, ну финтехи, когда сделки происходят, регистрация идет, блокчейн прирастает, подписывается все. Дьявол побери, это же так интересно. Мой поинт, что это один специальный момент. Да, он находится где-то в будущем. Это вот эксплуатация. И он спрятан облаками, и нам надо вообразить его. Это одно из трех времен. Второе время какое? Второе время, это весь жизненный цикл. Вот это вот все. Значит, вы должны удерживать в уме, с одной стороны, время эксплуатации, как выделенное, то есть как будто система уже работает. С другой стороны, вы должны рассматривать весь процесс. А какой процесс, когда у нас сплошной джайл, люди приходят, люди уходят. Ну, а надо? То есть понятно, да? Там непонятно, там сетевая система, вы делаете сеть какую-то. А тут то, что ее разрабатывает, оно такое же аморфное, а я говорю, что надо как-то удерживать это во внимании одновременно. Причем системной инженерии так и учат, что одно без другого не бывает. Следовательно, менеджеров учат учить, чтобы они удерживали вот ту целевую систему, потому что обычно инженеры ее удерживают. А инженеров учат удерживать систему деятельности вокруг. И понятно, что самые талантливые организаторы типа там Виталика, они удерживают оба этих предмета, да? Ну, поэтому, когда что не так, все бегут вот к таким людям, которые одной ногой менеджеры, другой ногой там инженеры и могут договориться. В системном подходе просто учат, что это вот из коробки должно у каждого работать. То есть с азами должны разбираться все. Этого мало. Этого мало, потому что есть еще так называемое методологическое время. это время, когда вот мы смотрим, рассматриваем этот жизненный цикл, находимся вот в этом зале и обсуждаем, что там вот в разработке. Ну, иногда это называют там рефлексивная позиция, методологи. Ну, я по-простому говорю. Вот есть время, когда мы обсуждаем, как разрабатывать, есть время, когда мы разрабатываем, есть время, когда разработанное работает. Вот минимально три вот этих вот времени надо учитывать. Ну, как бы тут не только разрабатывать, но как бы все вместе. Смотрите, как тут интересно нарисовано, что когда я смотрю на жизненный цикл, инженеров так учат, что всегда от начала до конца. А если там проект? Ну, проект это часть жизненного цикла, но у инженера в голове должно быть полное время. Вот у меня сейчас предприятие, у которого маленький кусочек, и они мне говорят, как ты можешь вот заставлять нас держать все в голове, когда нам платят только за часть. Я говорю, платят всегда за часть, но способ всегда есть вам показать, если вы не будете удерживать в голове, что вы просто не получите денег за эту часть. Вот это вот такая вот проблема. У инженера всегда вот все три времени есть. Вот, собственно, они. Итак, это я уже вам рассказывал. Есть время разработки оргсистемы, да? Есть проектные аварии. Причем оргсистемы, я уже говорю, система с людьми сразу, система деятельности. Есть проектные аварии, есть запроектные аварии, когда ваша деятельность вдруг развалилась по разным причинам. Обанкротились ли вы, хакер напал, войска ввели, форс-мажоры, да? Главное, что есть вот запроектные аварии, то есть те, которые не учтены в проекте. То есть я сидел, как криптограф, долго про Алису, Боба, вот договаривался, у меня все идет штатно, а потом, я говорил, приходит Марфа, которая не была в моих расчетах, и все идет прахом. И тут те самые Resilience Systems. Ну и люди, чем отличаются люди от механизмов или от софта текущего? Они продолжают в запроектных режимах что-то делать. То есть если у вас кассирша и случилась война, то она продолжает что-то делать. Совершенно не обязательно она будет выбивать вот билетики эти в кассе. Но она что-то будет делать. Может она возьмет деньги, например, с кассы и убежит. Ну скорее всего она с кассой что-то будет делать. Может сохранит хотя бы выписку. Может она реально продолжит еще четыре билетика, потому что грохочет, но далеко. Может она предупредит очередь. Но понятно, что она начинает что-то делать не по сценарию, не по инструкции. Вот это вот важная точка людей, что автоматы они обычно делают только то, на что они настроены. Вот такие тупые автоматы сегодня. Поэтому если вы что-то автоматизировали, вы теряете вот это вот свойство. Вы сразу теряете работу в запроектных режимах. А мое требование, чтобы вы вставляли туда средства, ну как бы явно описывали работу в запроектных режимах. Значит, почему выживают всяческие закрытые блокчейн-системы? Потому что в них абсолютно понятно, что делать и к кому обращаться в случае запроектных аварий. ну в проектном режиме все нормально, вот он работает так же, как обычный блокчейн, да, а потом что-то ломается и понятно, где тот вот наш местный Виталик, который должен все разрулить. И он либо все вырубает, либо меняет версию, либо, ну понятно, что вот происходит с учетом. И люди хорошо с этим работают, потому что это отвечает на их вопросы. А системы, которые вот анархия, все, они не отвечают на эти вопросы. Я говорю, вот тут все в этот момент напрягаются. Смотрите, я обсуждаю вроде бы все те же самые проблемы, но поскольку я обсуждаю их в другом языке, то немножечко новые стороны открываются. Вот, собственно, в этом, наверное, и ценность доклада. Значит, это я вам уже рассказал, это я уже вам рассказал. Значит, давайте рассмотрим. Вот работа с потоками. Значит, я взял вот эти вот три штуки из системной схемы всего проекта, только то, что связано с предпринятием, и говорю, что вот там, где у вас работы, там у вас всегда может быть работа с потоками. Значит, эти люди представляют собой деятельность, как идет какой-то поток операций, вот туда информации, запчастей, да, а вот туда отгружаются готовые результаты деятельности. Встречный поток гораздо интереснее, потому что, если отсюда вылезают результаты деятельности, то как вы считаете, что идет вот с встречным потоком? Ну, спрос, а как бы за спросом что идет? Вот спрос, да, он идет туда, да, 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 а вот как бы что вот приносят люди, которые вот сюда? Они что же дают что-то, да? Во, во, единственный человек догадался. они дают деньги, они получают результаты вот этого вот всего, это supply chain, вы же понимаете, там, отруды, вот, естественных ископаемых, да, вот, полезных ископаемых, а тут вот выходят высокотехнологичные, не знаю, сделки, там, системы, сервисы, вот, они деньги приносят, и чем больше вы пропустите сюда поток, да, тем больше они пропустят сюда, и, 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 и вот тут это очень хорошо считать, потому что обратным счетом вы буквально по каждой вот этой ячейке, вот, если сюда входные деньги какие-то, вы прям можете расписать в долларах или в рублях, кому как удобнее, да, сколько вот осело, сколько приходится долларов на каждую, вот, на каждую клеточку, вот это supply chain, нормальная штука, это и есть проектный и процессный подход, то есть есть шаги, автоматизируется это на раз, вот, Голдрад, мне говорили, он же системщик, это как раз вот сюда затыки делать, весь процессный подход, сертифицированные проектные управляющие, все менеджеры, они вот вот тут вот, то есть менеджеры работают, как ни странно, не столько с командой, сколько вот с этим, же с командой сработать, назначить кто за что ответственно, это фактически их рассадить вот в этот конвейер, как их рассаживать, ну да, там надо спросить инженеров, потому что менеджер понятия не имеет, как надо рассадить вот на конвейере людей, чтобы в конце вышла законченная работа, да, они все время инженеров спрашивают, а кто еще надо, а нам красить надо или нет, инженеры говорят, надо красить, о, говорят они, и оборудуют место для краски, то есть капитал, они спрашивают, какие станки нужны, далее делают рабочие места, и мы что говорим, что это понятно, что это поток, но нас это никак не продвигает, оно продвигает как, все очень хорошо, если поток течет, смотрите, а если не течет, если что-то тут взорвалось, все, что может сделать менеджер, он говорит, о, глянь, тут взорвалось, тут запруда, это означает, там что-то не течет, что делать-то будем, все, дальше непонятно, что делать, а если agile, если agile, вообще тут ничего сказать нельзя, потому что ты не видишь этого потока, хотя все книжки по agile, они в терминах вот flow, да, time flow, то есть они пытаются изобразить поток там даже, где нельзя его схему нарисовать, значит, вышел дядька Дитс, мы с ним пили чай, несколько раз в России даже встречались, в Нижнем Новгороде, в Москве, и он написал книжку Enterprise Anthology, он сказал, что в предприятии, что является вот именно тем, что отличает предприятие от просто кучки людей, отличает, он сказал, вот то, что вот признак вот главный, то, что люди там организованы, а не просто кучка людей, что такое организованы, значит, организованы, это то, что они дают обещания друг другу и принимают работы друг у друга, и вот тот самый поток, он говорит, вот то, что айтишники чем занимаются, он не отражает вот этого факта, потому что поток, он вне организации, и если вы не скажете, кто там за что отвечает, что они пообещали, один пообещал делать, второй пообещал за это заплатить, да, третий пообещал что-то отсюда взять, туда положить, если как бы они не обещали работать вот в этом конвейере, ничего не будет, вот, он говорит, элементарная единица деятельности отличается от единицы деятельности в процессе, и она у него называется транзакция, он придумал там свой язык, вот, и он говорит, что производственный факт желателен, то есть кто-то что-то захотел, следующее, что надо сделать, если он хочет, то надо попросить, помните этот старый анекдот, что, боже, почему же ты, вот, я такой несчастный, ты ничего не делаешь, ну ты хотя бы лотерейный билет-то купи, потому что мало желать, да, вот, и он начинает говорить, что, гляньте, я знаю очень много систем автоматизации, которые нарушают вот эту вот последовательность, там просто вот птичка не ставится, потому что ты должен сообщить, тебе кто-то должен обещать, и это все делается, как это, ротом, то есть это не действиями, обычно это надо вот сказать, как вот, заводников очень любил, говорит, ты ротом произнеси, при этом какие-то магические, говорит, последствия, когда человек ртом вот произносит что-то, что вроде бы и так очевидно, вот, то мир, говорит, изменяется, а это как раз и есть, это теория речевых актов, потому что все это происходит в действительности слов, но слова, меняющие мир, а они особые, какие это особые слова, речевые акты, которые меняют мир, они простые, кто-то что-то обещает, вот, кто-то что-то просит, разрешает, понятно, да, то есть вот, не любое высказывание, там, х10, а я прошу, чтобы х был равен 10, я обещаю, что х будет равен 10, это вот, вот эти вот высказывания, меняет мир, потому что за ним есть полномочия по изменению мира, то есть другой немножко подход. Далее, факт произведен, и это из другого мира, видите, вот это как бы кружочки, а тут вот произведен, это вот самодеятельность, самодеятельность сюда не попадает в это рассмотрение, вы будете удивляться, то есть это чисто мир координации, то есть мы говорим о координации деятельности, да, вот, далее, мало того, что должен быть факт сдан, то есть я должен сказать готово, или хотя бы условный знак сделать, или положить на условное место, потому что если вы сделали работу, то никто не будет знать, что вы ее сделали, вот, и факт принят, и не учет вот этой вот общей схемы, говорит Диллис, во многих и многих и многих проектах приводит к диким ошибкам. То есть вот каждая красная стрелочка, это транзакция? Нет, а транзакция, это вот все, вот это одна транзакция, просто он говорит, что в этой схеме должны быть следующие действия, вот эта вот последовательность крутится вот все время, и вообще ничего не начинается, если не сработала вот эта последовательность, она далее у него, конечно, вложенная, потому что, ну, вначале пришел клиент, попросил, это отдельные координационные действия, продукт, действие с продуктом одно, вот оно, факт произведен, производственный факт произведен, а вот эти вот кружочки, ничего в физическом мире не происходит, там, ля-ля, блок схема, ну, это, ну, да, блок схема, но это схема вот тех ля-ля, без которых не работает организация. Договоренность, да, правильно, это то, что делает людей, вот, ровно вот эти вот акты элементарные, они делают из кучки людей предпринятие, а не толпу, там, анархию, потому что, вот, анархия, это анархия, а это как бы уже не анархия, уже, там, кто-то кому-то обещал. Нет, там другие вопросы, можем ли мы верить, можем ли мы не верить, но в этой схеме очень много интересного, например, вы можете обещать и честно верить, что вы произвели то, что попросили, но просто не до разобраться, и поэтому есть вот принятие этого факта. Если нет, в каждом месте вы можете выскочить из этой схемы. Вы можете отказаться, например, вас просят, и вы говорите, я занят, или, а что ты меня просишь, я пиццу делаю, а ты ко мне по поводу лобутенов, или сказать, вообще не ко мне. Это нормальные производственные ситуации. Чем это еще отличается? Я свой тезис все время говорю, что аудитца, он говорит, что если в каком-то моменте вы поняли, что дальше эта схема не проходит, вы выходите из этой схемы, выходите в дискурс, и вы начинаете договариваться, что происходит. Если не договорились, всегда есть кто-то, кто решает ваше противоречие. При этом, как вы считаете, кто там высшая инстанция? Высшая инстанция, конечно, это суд. То есть, если нет никого, кто решает ваше противоречие, вы не договорились с сделкой, то всегда есть суд, который по определению рассматривает проблемы по существу. Не по закону, не почему, а как бы вот по существу. Суд синхронизовывает или может быть те синхронизовывает? Да это не волнует, потому что вы можете пойти к вашему начальнику. Но есть вот понятие, что у вас есть дискурс. То есть, вы вышли... Смотрите, есть два режима. Первый режим это координация. Вот это. И она штатная. Как только вы поняли, что вы не скоординированы, вы не знаете, как вы организованы, что-то пошло не так. Причем, оба считаете, что да нет, все так. Первое, вы не поняли друг друга, попытались договориться, не договорились, что идет дальше? Эскалация проблемы. А если вы вылетели, вот не можете никого найти, вы идете в суд. Централизованный, контрактной юрисдикции, это нет проблем. Я же все эти слова тоже понимаю. Но смотрите, без суда все равно нельзя. Нельзя. Но то, что мы видим сейчас, вот всякие дау и прочее, это попытки построить системы, в которых суда нет по принципу. Я говорю, а их не может, ну как? Консенсус. Это не тот консенсус. Это другой консенсус. Смотрите, это другой консенсус. Это как бы, я-то, вы почувствуете разницу, почувствуете разницу. Я вам говорю, о запроектном консенсусе. То, что я рассказываю, оно выходит, как бы, сильно за пределы того, что обсуждается в консенсусе, который имеется в виду, вот там консенсус по доверию. Я же вообще не про доверие. Я говорю, блокчейн, блокчейн, отгрузи мне апельсин. Он говорит, я как бы не умею, вообще не понимаю, что. Он может отгружать апельсина. Не может, да. Я говорю, а вот я пришел. Далее. Кому мне обратиться? Я так уверен, что блокчейн должен быть. Я на контактентку запускаешь, на апельсин вам прилетает. Какой контракт? Я вообще не про контракт. Я говорю, да апельсины загрузи. Да. А мне блокчейн говорит, я, эндпоинт, который понимает только контракты. Я говорю, какой такой контракт, я тебе на русском языке говорю. Так он молчит, он просто операцию не выполнит. Ну, это же и есть беда. Почему беда? Это беда, с моим зрением клиента, который... Ну, смотри, попросите меня сплясать сейчас чечетку. Это не означает, что я не могу. Но я могу вот просто встать, молчать. Так же, как блокчейн. Так это же просто среда исполнения. Далее, что вы будете думать, что я отказываюсь, потому что не могу, или отказываюсь, потому что не могу. Я подхожу к блокчейну. Откуда я знаю, что он может, что не может? Я не могу поговорить по поводу его компетенции, за что он возьмется, что он мне пообещает. Мы можем к блокчейну подключить искусственный интеллект. О, это другая ситуация. Это следующие слайды моего доклада. Но смотрите, те блокчейны, которые мы видим сейчас, им до искусственного интеллекта как до Луны. А искусственный интеллект, конечно, меняет. Вот. Итак, мы видим, что есть актор в обычном мире, и он живет в двух мирах. И это вот очень важно. Значит, он живет, с одной стороны, в мире продукционном, то есть он может делать действия, а с другой стороны, он живет в мире координации. А с третьей стороны? А с третьей стороны, на самом деле, он выходит в дискурс из этой схемы вообще и начинает договариваться, вот по какой, вот что там в производственном мире, что мы имели в виду, да, про чечелотку, ну, как бы, про содержание. Или там, про апельсины. А с другой стороны, про мир координации. Имеет ли право человек отказать, не имеет права. Знаете, есть такие рестораны, вот мы обсуждали, в ресторанах, когда ты просишь вообще любое блюдо. Входит в меню, не входит, ну, нет, нет такого, чтобы отказали. Вот запас мы обсуждали, что там всегда те на любой вопрос ответят. Хелпдески. То есть, переадресуют, дадут телефон, куда обратиться, но не скажут, что мы этим вопросом не занимаемся. И чувствуете разницу, да, но в этот момент, конечно, должен быть, естественно, интеллект, который это отрабатывает. Это же сервис, входит в сервис. Да. Не случилось там, у меня заболело, что-то, тебе помогут. Помогут, да, но я говорю, что обратите внимание, что у вас есть, вот эта вот схема, в которой вы работаете, всегда, тезис моего доклада, всегда есть вот этот выход в дискурс, запредел, вот те ситуации, когда вы попадаете вне схемы, когда нет схемы. И вот это вот тезис моего доклада, что пока вы не начнете учитывать ситуации, когда схем нет, и говорить, что в этом случае делать, как это, встроенная в схему, что в этой схеме есть встроенная в схему договорка, выход к работодателю, выход к начальнику, нет начальника, выход в суд. Ну, как бы, вы всегда попадаете куда-то и начинаете обсуждать мир координации, состояние, ответственности. И это что? Просьбы, обещания, предъявления, выполненные работы, акцент результатов, отказы. Но не отказы, смотрите, не отказы миропродуктивности, а отказы, как бы, вот, что-то вообще сделать. Проблематизируется выходом в дискурс, когда у вас вот тут сбои идут. Смотрите, вот тут вот, когда идут сбои, то вы получаете отказы, неакцепты, то есть, когда вот тут что-то вот не так пошло, вы выходите в мир координации и договариваете. А если не договариваетесь, еще один выход, и вы начинаете договариваться по поводу координации, ресурсов, кто это разруливает. Но смотрите, люди же не очень эффективно тоже проводят дискурсы. Ужасно. Ужасно. Как раз коллеги говорят про искусственный интеллект. Искусственный интеллект. Большинство эскалаций может либо решить более эффективно, чем человек, либо забыли, что-то вы мне какие-то сказки рассказываете про искусственный интеллект. Вы какой именно искусственный интеллект имеете? Потому что, секунду, когда мы говорим про людей, то вы понимаете, что я, мой сын 14-летний, это сильно два разных человека, а вы, это еще другое. Вот берем любого другого, да, вот все разные люди. Так какого вы из искусственных интеллектов имеете в виду? Учитывая, что даже люди такие разные, что не со всеми договоришься, не все разрули. Если большинство людей замыливают, то, например, замылить может даже любой чат-бот на самом деле. И чат-бот замылит. Я говорю, поэтому, смотрите, с моей точки зрения абсолютно без разницы, там искусственный интеллект, естественный интеллект, главное, чтобы была позиция, которая вообще эту тему поддержала. Чтобы в мышлении там было вот это вот. Вот то, что я говорю, системное мышление, которое тебя просто вот всеми своими схемами заставляет об этом думать. Вот все мои слайды, они про это, что там есть вот это место. И оно и спрашивает, что у вас тут. Если у вас тут дырка, отлично, не надо нам вашей системы, не надо такого предприятия, не надо того. Почему все эти адхократии, я не могу вот холократии вот эти говорить, потому что адхо это, понимаете, адхок, как придется. Значит, я же читал людей, которые оттуда выскакивают. Они говорят, там невозможно, там непонятно, кто за что ответственный. Долго выясняешь, кто вот, как бы ты там должен жить, у тебя мозг туда должен работать. Они же опять же, как пожар не распространяются. Почему? Ну, бардак, потому что они не говорят, что делать, когда что-то идет не так. Кто принимает решение. Там нет вот той самой ответственности, организованности вот этой нет. Вот, и нет тем самым отношения иерархического, как нам Кен Уилбер говорит, что если у вас нет иерархии, то сигнал будет вечности. Что всегда есть возможность хопнуть вот так иногда, да? А если вы будете там что-то долго перебирать, то проблемы могут быть. Слишком плохо становится. От протокола зависит. От протокола зависит. Там много чего. Ну, это ладно. Значит, смотрите. Следующий вопрос, который я хочу поставить, это вопрос о том, что мы должны рассматривать, когда мы рассматриваем автоматические системы, мы должны рассматривать принципиал-агентские отношения. Почему? Первое. Есть агент, который философский агент. Значит, это просто нечто, что способно принимать какие-то решения на основе каких-то там целей, ну, к действиям способное, вот, нечто или не кто. Смотрите, когда я говорю агент, я автоматом говорю, что это может быть искусственный интеллект, тот самый Artificial General Intelligence, да? И человек. И вот он агент. Я говорю, классно. Смешались кучу кони, люди, и грохот тысячи орудий. И вот и конь у меня, если он умеет принимать решения, агент с этого момента. И помните, что через интернет это очень хорошо. Любая собака, она неизвестна, никто же не знает, что она собака. Чат-боты, они вот сюда. Вот все, я говорю, класс. Вроде бы, да? А есть второе понимание агент. Потому что есть агент и есть принципал. То есть, если ты агент, то есть кто-то, кто тебе поручил что-то делать. Типа, так тебе же никто не поручил, ты же сам себе поручил. Я говорю, ге-ге. Если ты не организация, ты автономен, да, в обществе не живешь, в организации не работаешь. Ты как бы, у тебя натуральное хозяйство имени себя одного. Я признаю такую душу зрения, такую либертарию, что его предметы, вот моя рубашка, это продолжение моего тела, святовещенное право собственности, это классно. А потом мы хотим ракету на Луну оставить, запустить, да? К сожалению, да. Мы как бы из анархии должны вылепить пару тысяч человек, которые делают ракету, какие-то договора. Мы автоматом оказываемся в предыдущих слайдах. Там, где вот эти пошли обещания, выполнения, да? Это означает, что есть какие-то поручения, и кто-то должен по моему поручению сработать. Ну, иначе не организовано. То есть, есть распоряжение ресурсами, и какие-то люди должны давать друг другу поручения, и главное, добровольно их потом выполнять. И это не рабство, это как бы все нормально, потому что это и есть координация людей. Как вы погодите, а люди или агенты? Агенты, агенты, агенты. Агент, да, субъект. Но в тот момент, в тот момент, когда я говорю, что я не в состоянии пойти в суд, защищать интересы, я не в состоянии сделать детективное расследование, я обращаюсь туда, где вот в домик для агентов, в агентство. И он защищает мои интересы, куда-то уходя. Я говорю, о, отлично, я хочу иметь своего персонального ассистента, искусственного, естественного, мне в этот момент не важно. И он пойдет, он будет договариваться от моего имени по поручению, я хочу иметь своего представителя в ДАО, как бы моя программа будет принимать решения, выполнять мои контракты, принимать контракты на исполнение. То есть у него же нету тогда своего собственного воли, и он тогда является некоторым просто исполнителем вашей воли, и тогда он является объектом или субъектом. А если он сам... Чего-то я такого не слышал. Когда вы нанимаете агента какого-то, детектива, например, берем классический, я специально беру случай, когда слово агент. То есть он, конечно, он не шумит вокруг, он детектив, он работает чисто по вашему поручению, у него, когда конфликты интересов, он как-то их разруливает. Когда вы берете как агента брокера, который должен для вас торгануть на бирже, то у вас возникает принципал-агентские отношения. То же самое есть принципал, и есть тот, кому поручили. И совершенно не обязательно это часть агента. Точнее, часть принципала. Просто если вот с этой точки зрения все-таки вопрос рассмотреть, то The DAO, если агента рассматривать как субъекта, то абсолютно незаконно его уничтожили. То есть он выполнил правильно, его создали, он работает, он живет, он выполнил. Что значит незаконно? Кто эти законы писал? Его написали в закон, то есть его создали в момент, когда его блокчейн... Ну, ну и что? Ну какой закон? О чем вы говорите? Какие законы? Прописанный в ходе, в ходе затолки. А, то есть вы еще и из легистов. Что это? Ну вообще говоря, когда вы обсуждаете законы, все делятся на двух. Есть легисты, которые говорят, закон это вот то, что написано. Если диктатор сказал, что девушки должны улыбаться на улице, потому что если девушки не улыбаются, это же непорядок. Девушки должны улыбаться. А кто не улыбается, это против общественного порядка и кутузку. Ну диктатор сказал. С их точки зрения это закон. Глупый, плохой, ну как бы дура, лекс, сед лекс. Да? Ну и вы примерно так же про это да. А есть те, которые говорят про правозаконность. Они говорят, если диктатор сказал вот такой дурацкий закон, то почет и уважение тем, кто его не выполнит. Потому что мы знаем, мы знаем те режимы, при которых вот эти вот диктаторские законы, они вот начинаются с невинного, потом все хуже, 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 хуже. Людям становится плохо, но все по закону. Расстрел 500 тысяч человек, все по закону. Там чем отличается монарх от самодержца? Да? Самодержец, он говорит, убить такого-то, а монарх издает высочайший указ убить такого-то. Ну, разницу чувствуете? Просвещенный. А мне все равно, программного кода. Мы сейчас про агентов говорим, а какой там программный код, это программный код. Вот ровно поэтому программный код и тупой. Вот ровно поэтому он и не работает. Ровно поэтому ваши дурацкие программы обсуждаются маргинальной частью общественности. Потому что шаманов, которые анимируют стул, анимируют флипчарт, говорят, что есть душа вот в этих пикселях на экране, потом они подходят к коду и начинают мне говорить, что код это такой же анимированный агент, вот с душой, он закон, полноправный участник процесса. Я говорю, ребята, вы что, обалдели? Мы в каком веке живем? Ну анимирование, это как бы еще ниже, чем монотеистические религии, еще как бы на более предыдущей ступеньке. Я что, попал к шаманам? Вроде нет. Тогда я говорю, возвращаемся. Я готов обсуждать агентов, которые принимают какие-то решения, но мы же уже обсудили. Решение принимать, это выходить в дискурс. Принимать решение по поводу себя прежде всего. Не выходит в дискурс? Все, не агент. Ну, продолжение руки, тела, священная собственность, это я понимаю там на код. Микрофон, код, ну что? Тот же самый задал. В момент возникновения ошибки, то есть когда к нему клиенты обращаются, что у тебя ошибка, он должен был в его коде эпилировать к некоторому вышестоящему суду. Ну, если сам не в состоянии, или не хочет, или чувствует не так, то он должен кому-то апеллировать. Но мы же понимаем, что система систем. Тут вот вопрос, кому апеллировать. Помните, мы говорим, что даже в случае американского штаба там проблемы. Теперь американская армия, у них не системная инженерия, а инженерия систем систем. Но она сводится к тому, что все равно у нас системная инженерия, а вот там, где вот системы систем, вот нет никаких специальных, вот не могут они ничего не придумать такого, такие условные фразы, что все должны договариваться, такие призывы благие, что надо со всеми советоваться. Посмотрите, то же самое, вот к дау, мы не можем сказать, что туда запрограммировать. Они должны там вот, все со всеми эти агенты, вот живые, да, если они вот, они должны там с друг другом посоветоваться, со всеми, быть умными, быть не хуже, чем их создатели, а собственно они и есть сами создатели, мы же говорили, что создатели там внутри должны быть. То есть их нельзя вывести из системы, после того, как она запущена, эксплуатация. Ну, ну то есть, то есть мы попадаем в мир какого-то очень далекого будущего, да, и это сразу разговор становится печальным, потому что, жаль, в эту пору прекрасную не придется жить ни мне, ни тебе. И вы тем самым автоматом попадаете, что основанные на логике системы, агентские системы, в какой моде они были в конце 90-х, вы не можете себе представить. Агенты это наше все. Агентские языки, учебник был, я вот читал учебник по агентским системам. Значит, потом сказали, один агент это фигня, вопрос, вот, а вот мультиагенты должны выжить, на логике-то, которые, темпоральная логика для них специально придумывалось, они же во времени живут, грохнулось вообще все, вообще все грохнулось. Значит, модель BDI, сказали, что было агентоориентированное программирование, потому что мы софт должны делать, как агенты, по образу и подобию человеческому, он должен с собой там координироваться как-то, кончилось. BDI модель, это belief, desire и intention. То есть, считалось, что софт, он же целенаправленный, у него там интент есть, у него есть какие-то верования о мире, то есть, модель мира, то есть, все было, вот, по-человечески, семантика, искусственный интеллект, вот, прям вот это вот все, грохнулось со страшной злобой. Сейчас вы найдете обрывки статей. Почему? Не работает, потому что, когда вы начинаете работать, все время что-то происходит, когда в агенте что-то не так записанное, не та модель мира. С людьми происходит, но всегда есть кому-либо человека поправить, провести с ним беседу, идеально заменить человека. Есть, когда ничего с людьми не работает, и сколько ты с ним не разговариваешь, ничего не получается. Да, но его исключает тогда и система деятельности, а тут же он как бы делается так, чтобы внутри его наоборот, вот защищают, чтобы его нельзя было исключить из системы деятельности. Он тупой, у него есть логика, и все, да. Вот, кончилось тем, что ближайшими родственниками финтеха, ближайшими родственниками финтеха и смарт-контрактов, я хочу обратить внимание, явилось движение агентского подхода, которое в программировании оно было, вы посмотрите, там в конце 80-х это начиналось, и до конца 90-х, и было где-то до 2010-го года, прям вот, прям цвело и пахло. Но все, что основано на логике, все, что основано на коде, тем самым мы знаем, что логическое программирование, объект ориентированное, функциональное, вот есть теоремы, которые показывают, что один черт, да. Даже если брать темпоральную логику, все равно неадекватно в этом месте. Если агент, тем более, этот начинает шалить, то где его принципал, если вы там запускаете агента, и ему нужны свои ресурсы, кто-то вот, должен отвечать за его ресурсы, кто-то должен его осаживать, кто его ремонтировать будет, когда логика у него не та, он с ума сошел, этот агент, как бы, кто его починит. Вот это ровно то самое, где мы видим вот эти вот ограничения систем финтеха. Надежда, вот есть агенты с отмоделированной чуйкой, то есть нейросети, непрерывная семантика, потому что есть шанс, что с ними о чем-то может договориться о том, что не входит в их модель мира. Почему? Запроектная авария, она темой отличается, вот с антологической точки зрения, вот с точки зрения семантических систем, что произошло то, чего нет в моем словаре вообще. Мне надо с этим разбираться. Если у меня жесткая логика, то как бы нет средств, оно невидимое для меня. Вмышления этого нет. — Блохо написанный код, который не присмотрел. — А нет, это означает то, что системы, которые не могут учиться, вот что-то новое произошло, я должен новое выучить, да, из мира. Более того, это еще и не просто учиться, а концепция lifelong learning, то есть я должен учиться всю жизнь, то есть к усвоению нового всю жизнь должен быть способен. Вот если вот этого фичи нет, то я не могу вообще по принципу выйти в дискурс, потому что все, что приходит ко мне и не отвечает моему назначению, и не попадает как бы в то мышление, что меня создатели поместили, все вот, всех этих событий не существует. — Что это называется самоорганизующаяся термин? — Она не самоорганизующаяся, потому что, когда вы говорите самоорганизующаяся, термин организация, а я не про организацию говорю, и про регулирование, потому что это все-таки благие метафоры, организация, мы сказали, это по поводу полномочий, распоряжения ресурсами, вот у вас все организовано, но что-то произошло, что вообще не попадает. — Ну, значит, следующий уровень организации будет, так как несколько уровней, там пока уже не выйдем, что-то... — Уровень организации, ну вот опять, мы должны выйти за границу этой системы, попасть то ли к ее создателям, то ли к интеллектам, ну да, я же говорю, что пока не появляются таких систем, что если вы не находите принципала, который, как выяснилось, послал этого агента в мир зачем-то, будет большая беда. Приходят агенты, начинают говорить с вами, хочет что-нибудь продать. Вопрос, кто его послал? Ну, он приходит, настаивает. Пришел убийца, кого-то убил, да, вот предельный случай. Да, кто его послал? Выясняют обычно, кто заказал это дело. Да, вы делаете систему, когда, например, вот невозможно определить, кто его послал. Я говорю, ну классно, такие системы будут работать только, вот как убийство. Вот в тех случаях, когда наоборот все вот цепочки. Но все равно есть тот, тот послал, и нормальный способ проследования вычислить, где, кто, как, изолировать это место. Ну, починить. Вот да, вот ровно так и чинили. Вычислили место, выпилили аккуратно кусок, сделали форк, ну как бы починили. Все такие системы, они по умолчанию создаются, что есть некоторые создатели, которым апеллируют потом. Ну, апеллируют, да, что ты его породил, как бы ты за него ответственный, но известно, что сын за это не отвечает, да? Ну, а если сын логический, то, конечно, отвечает. Точнее, отец за сын. Про искусственные мимо, где, опять же, агенты живут, но там взаимодействуют с естественными. Давайте сразу. Вот смотрите. Есть у Мэтью Веста, подсмотренная вот в этой вот статейке, уровни интеллектуальности компьютерных систем. Прошло много-много лет, с тех пор, как он это сделал. Это он сделал задолго до прорыва 2012 года в нейросетях, но, тем не менее, уровень 0, мир подразумевается, пассивное взаимодействие с пользователями, фиксированная структура. Это вот код, вот смарт-контракт, на мой взгляд, полностью вот этому соответствует. Уровень 1, аккуратно представляет мир, то есть, есть какие-то антологии, причем уже мир в целом, то есть, про пространство время, что-то может быть сказано, спроектированное взаимодействие с другими системами, интерфейсы, API, и содержит данные о себе. То есть, Сент-Пойт способен внятно рассказать, что вот я с апельсинами работаю, например, а с мандаринами нет. Ну, сервис. Так ведь? API способен что-нибудь там о себе рассказать. Вот смотрите, оно выделено синеньким, это то, на чем мы относимся, что обсуждаем. Вот тут вот, применяет теории для достижения цели, адаптивное взаимодействие с другими системами, то есть, когда кто-то приходит, можно разговор провести, мониторить свою работу, и только потом формировать теории для достижения цели, то есть, появилось обучение, да, физическое взаимодействие с миром, а как иначе, и управляет своей работой. Об этом только сейчас начали говорить, стало приличным вообще разговаривать, только где-то вот в прошлом году, в этом году, на конференциях по искусственному интеллекту, а до этого просто неприлично было. Не, была зима искусственного интеллекта, и не было вообще приличий. Вот, и когда вы говорите про искусственный интеллект, я говорю, ребята, вот мы имеем сейчас вот это, и вы почему-то, вот этот уровень, аж третий, вы рассуждение про него втягиваете в обсуждение систем первого уровня. Я говорю, вы что? Анимизм тот самый, когда коду присваивается свойство, что он там может формировать теории, физически взаимодействовать с миром. Нифига, потому что в том же эфириуме у вас есть оракул, и когда ты ковыряешь, что вот с этим оракулом, который тебе делает этот интерфейс с внешним миром, то оттуда вылезает столько всего, что тебе говорят, так, ладно, туши свет, завтра разберемся с оракулом, да? Потому что, ну, проблемы, проблемы. Вот, и я и говорю, что давайте честно рассуждать про уровень один, как про уровень один, про то, что есть сейчас, и говорить, что неадекватен. А вот это говорить, ну, это наша цель, и когда оно будет, тогда, конечно, многие проблемы будут решены, мы им поручим вот этим, выходить в дискурс, перестраивать себя, да, да, он управляет своей работой, же есть, Причем, это не я придумал, это еще задолго до финтеха расцвета, задолго до нейронных сетей, это было сформулировано. Я говорю, ну, давайте четко, вот, когда, вот, какие даты, какие системы, говорим об одном, примеры приводим из другого, инженерию из третьего места. Уровень один, то есть сейчас, это некоторые автоматы, то есть это просто алгоритм, но не уровень. Ну, ваш смарт-контракт, он вот даже сюда не попадает, смарт-контракт на уровень ноль, он жестко отрабатывает, и все. Есть доверенная среда, она вот жестко выполняется, уровень ноль. А уровень один, что? Семантика, антологии, вот это уровень один. Слышали же это, да? Вот самоописываемые данные, веб 3.0, вот это уровень один. Когда вы страницу качаете, там теги, а что теги, известно, куда пойти, на каком сервере теги описаны. Вот, API, это вот ровно оно, вот уровень один, все эти фаундейшн. Я говорю, о, класс, микросервисы, вот уровень один, всегда известно, куда пойти, посмотреть, какой сервис делать, все заработает вместе. Вопрос с субъектом, когда стоишь на каком уровне? 3.0 или 3.0? 3.0? То есть, пока субъект вообще лечит? Ну, конечно, потому что субъект, вот физически должен взаимодействовать с миром, управлять своей работой, и, главное, формировать теорию для достижения цели. Когда осталось? А агент, а агент, а агент в каком смысле? Торговый агент, он торгует от чего-то имени, то есть, есть принципал, торговый, это экономический агент. Хитро, да? Ассистент он. То есть, он либо ассистент чем-то, либо нет. И мы переходим в общество, которое друг друга обслуживает, сервисная обычная модель. Что в обществе все чьи-то агенты, я говорю, всегда должен быть, значит, принципал, и это означает, что вы попадаете в координацию, если вы попадаете в координацию, следующий шаг, вы должны выходить в дискурс. Ну, понятно, что у меня вот такая логическая цепочка. Ты куда ни, вот, куда ни ткни, получается, что чтобы попасть в координацию, тебе надо знать, что происходит за ее пределами и включать это в рассмотрение. А не включать и говорить, что этого никогда не будет, нельзя, это запретный мыслительный ход. Вот. Дальше, следующий момент. А чей он вообще агент? Ассистент, агент? Ну, я же говорю, что это всегда, кто-то нанялся ко мне, да? Или я кого-то нанял. Чей он? Значит, вот посмотрите вот эту вот работу, там было очень хорошо про рубашку, которая выпущена в интернете вещей. По-моему, был на этом заседании. Приехал мужик из Германии, он говорит, вот рубашка у вас, она, естественно, из гибких волокон, все. И вы попадаете в очень интересную ситуацию, как раз вот про виртуальное государство. Производитель рубашки считает, что он вам дал поносить эту рубашку, так же, как смартфон. И он может любой софт в ней поменять, в любой момент, вообще полную власть. Ну, вы знаете, когда там в Android вот вам ночью меняет, Apple меняет, да, из книг, да. И он считает, производитель, что если вы что-то делаете не так, то он как бы, и рубашка смирительную превращается. при этом вы в гостинице начинаете располагаться, владелец гостиницы говорит, ну как, это же дом, моя частная территория. Это известно, действуют мои правила. следует на передай-ка, пожалуйста, ключи от своей рубашки мне, что с этого момента рубашка должна выполнять правила гостиницы. Если ты попадешь не в ту зону, она должна остановиться. Ты говоришь, позволь, но она моя, я ее купил, следует на ключи, должны быть у меня. Не, говорит государство, куда ты заехал. Ты на моей территории, следовательно, ключи мне. И мы знаем, таких примеров много, да. Вот. А государство, где, куда ты приписан, где ты покупал эту рубашку, говорит, нет, ты же уехал у меня, ты же мой гражданин, следует на ключи мне. Вопрос тогда, чей у меня агент, чья рубашка. А это уже происходит с телефоном, потому что, когда ты с телефона, с автомобилем, потому что полиция хочет иметь ключи от двигателя, тебя тормозить. То есть, вообще, это сейчас происходит со всеми вещами, да. То же самое будет происходить со смарт-контрактом, потому что, где, как это, ключи от твоего смарт-контракта, а я, государство, хочу его проверить на легитимность, остановить. Вопрос, какое государство, да, их несколько. Которое, экстратериальное, американское. Там, понимаешь, а если у тебя разные сервера, в разных государствах, да. Получается, нам надо создать эту юрисдикцию, потому что территориальные юрисдикции, они, во-первых, не могут... Во! Нельзя просто масштабах обойдутся. Во! 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 Смотрите, смотрите, как интересно. А вот теперь смотрите, логический, логический шаг-то у меня какой? Значит, логический шаг у меня такой, что вы все равно имеете среду, в которой что-то исполняется, и в ней что-то идет не так. В тот момент, когда в ней идет не так, вам очень захочется иметь хоть какую-нибудь юрисдикцию. Потому что если юрисдикции нет, то у вас каюк. Мы имеем то, что сейчас имеем. Как только у вас появляется юрисдикция, в ней кто-то говорит, что в обмен на суд, кто судил вначале? Князь. Помните, что у князя была... У него были сплошные права. Но если вы помните, у князя любого была единственная обязанность во всех странах. Он суд вершил. Начиная с царя Соломона, как вы помните, в которой был царь и имел все права по отношению к этому по разному пути. Вы помните все истории как он судил, потому что справедливые судья. Ну, это все. Веча так же там собираются 10 человек и голосуют. Я сейчас не про смену власти. Я не оттуда как решение. Я оттуда как вот суд. Веча не судила. В этом фишка. То есть у вас это просто есть. В общем, мир разделится на законную часть, белую и серую. Давайте я по-быстрому закончу, поскольку уже, как я понимаю, давно регламент прошел. Регламент прошел уже давно. Но у вас 24 из 27, так что я чувствую, что мы ближе. Да, смотрите. Когда мы говорим про то же самое и говорим, что организация экиборги, помните, то мы понимаем, что у вас есть персональный вот этот агент, ассистент Боба, Алисы, Чарли. Чарли говорит, я их организовал. То ли он владелец предприятия, то ли как бы главный координатор, то ли назначил себя вот тем самым, который разруливает в дискурсе. А еще какие-то дата-центры и дополнительные стейкхолдеры. Компания участников группы, компания сервиса PCA, компания сервиса. У вас может быть кто-то, кто говорит, я их координирую. Спецслужбы государств, кракеры всех мастей, поставщики облака, поставщики персональных устройств, какой-нибудь нейросмартфон. И все будут говорить, вот где границы провести между ними, кому я доверяю, кто мой агент. У меня то, что вот называют вычислительный туман, да. Я говорю, а теперь скажи, какая часть тумана хоть как-то моя, какая часть его, то есть в чем координирую, сделала, побери. У меня микросервисы, и между ними микроконтракты. Я говорю, можно рассказать, где как бы моя часть микроконтрактов, под моим руководством они проходят, внутри моей системы, как это. Ход расчет внутренний мой. А где как бы чужой? Возникает странная ситуация. Я говорю, вот архитектурно вот это вот еще не рассматривалось, а придется. Почему не рассматривалось? Для того, там будут споры, но решений нет. А я и говорю, что пока решений нет, хоть каких-нибудь, то это будет в режиме вечного эксперимента, иногда очень дорогого для участников. Ну и тут надо же еще понимать, что массовое поведение, на него ориентируются законодатели и рынок. Вы можете легко быть немассовым. Вам очень легко от решений для масс, очень легко может стать плохо. Потому что при демократии я обычно всегда, да не только демократия, в магазин прихожу, а то, что мне интересно, нет. Я спрашиваю, где они говорят, ну ты единственный там на всех приходишь, вот у тебя всегда какие-то нестандартные потребности. А при масс-кастомизации, вы понимаете, это про каждого можно сказать. Вау. Вот. Получается, что когда мы рассматриваем предыдущую схему, ориентироваться на типовые случаи невозможно, потому что всегда кому-нибудь хвост прищемят. То есть строить вот дау как бы для типовых сценариев, для типового потребления всегда кому-нибудь хвост прищемите и он может оказаться очень громким, вы его будете из всех динамиков слышать. Вот. А кроме того, по идее прайваси тут важно, за нее воюют и безопасность важна, за нее воюют, а с другой стороны легко сдают в пользу бусы без делушек в реале. Ну, вообще, за понюшку табаку сдают. То есть анкету заполнить, сдать все свои персональные данные, открыть почтовый ящик, вы же понимаете, да, за скидку в 3%, что мы только не сделаем. Или, например, заполните анкетку, а мы вам рекламу показывать не будем. Все, заполняешь анкетку, все понеслось. И это спокойно проходит. То есть всегда есть активисты, они шумят о разном, в непонятных ситуациях остается осадочек, но осадочек иногда на много миллионов долларов. Вот опять же наши финтеховские случаи. Спецслужбы хотят иметь доступ ко всему. И нашим случаям, и не нашим, и вообще ко всему. Вот. А главное, что как, если речь идет о персональных коллективных ассистентах, о смарт-контрактах и всем, как дорого будут люди оценивать возможность немножко подглядывать за ними. Смарт-контракты, как вы вот сдадите за то, что кто-то за небольшой процент скидки скажет, а я готов следить, вот как часто будет исполняться смарт-контракт, что он будет делать, что на входе, что на выходе. Вы знаете, очень многие будут радостно предоставлять возможность, да, что у меня там покупает удобрение для моего цветка, что, как бы, вперед. А дальше, вы понимаете, удобрение, все, я привыкаю, я начинаю сдавать вообще все контракты. А на те слова, да ты же там государству, большому брату все сдаешь, они говорят, ну как, пока я как бы в рамках закона, неважно легистского или такого, все будет чики-пики. Это их там преступников. А далее, вот те слова, которые я говорил, что поскольку все на массовый случай, то все случаи не массовые, начинают, как прокурс там ложи. Вся эта система начинает лупить по тем, кто высовывается. Мы получаем вместо цветного, разнообразного общества, как это, гомогенный такой вот, как в матрице эти, батарейки, которые сдают все, все свои контракты, вот как это, смесь человека с его контрактами, такие вот батарейки для существования системы, которая сама себе воспроизводит. То есть, я хочу сказать, что люди вообще, вот эти вот беды, которыми занимаются организаторы финтеха, они вообще не ценят. И легко сдают. То есть, вот эта сверхценность быть автономным, она много ниже, чем ценность найти князя, который суд. Потому что, что происходит в зонах, в которых нет вора в законе? Значит, там идет беспредел. Беспредел – это худшее, что можно себе представить. Все взвывают, да, все взвывают. И после этого выбирают любого пахана, потому что там хотя бы понятно, если что-то происходит, тебя там убивают, понятно, кому идти. А когда непонятно, это называется беспредел, это много хуже, чем когда понятный царь. Викингов приглашают на правление, потому что, ну, ну, каюк. А вы нам предлагаете, получается, вот такой вот беспредел, куда некуда пойти, некому обратиться. И считайте, что это большая ценность спасения человечества. Я говорю, что-то вот тут вот опять же не сходится. Вы должны понимать, что вы предлагаете с точки зрения массы народа что-то несущественное, финтеховское. вот. Вот. И Ну, да, да, да. Желающих предложить свою собственную анархию всегда много. Ну, да, финтеховская, но она не полная. Смотрите, она не отвечает на вопросы про жизнь. Она не выходит в реальный мир. А помните, там у меня вот агент должен выходить в реальный мир, потому что вы предлагаете на маленький кусочек ее. Так, собственно, вот тут вот сформулирована вот привязка как бы предыдущего слайда, привязка к остальному содержанию доклада. Значит, почему, опять же, существует суд, почему проблемы с контрактной юрисдикцией? Потому что выход в дискурс от обсуждения отношений полномочий, временно выйдя из отношений, как должно быть, еще и эскалация неудачи. Вот, если мы не будем, это лейтмотив всего доклада, что если мы не будем предусматривать ситуации, которых нет, то есть главная ситуация не в том, когда у вас в ходе операции что-то не так, а в ходе, когда вы вышли из операции вот в тот самый дискурс, когда что-то там пошло не так, как устроено оно, как вы договариваетесь о том, что вся система угрохнулась. Вот пока не будет этот вопрос обсуждаться, а это обеспечивающая система, это как бы создатели, грубо говоря, вот когда непонятно будет, где там виталики, да, вот куда они делись, после того, как кнопочку нажали, вот не тогда, когда ракета там запустилась и все сама летит, да, а вот что делают создатели ракеты, когда она летит на Марс и на полпути там что-то происходит, да-то они там, ну как, ну известно, что они софт перегружают по ходу дела, вот роверы, что он делает, помните там регулярно, что-то не так с колесами, перегрузили софт через, через две недели, да, вот пока непонятно будет, как вот на ходу перегружать софт, как это разруливать, к кому обращаться в физическом мире, потому что есть люди, которые перегружают, не комьюнити вообще, а вот указано, кто кому что пообещал, делать это, потому что знаем мы этот open source, он сегодня обещал, а завтра занялся другим проектом. Вот у нас взлета вот такого автономного финтеха не будет, и на этом я хотел бы поставить точку в своем затянувшемся выступлении. Спасибо. Участники чего? Вот смотрите, у меня же вопрос как бы участника, это означает, если слово участники есть, что есть нечто, и есть права, полномочия, координация, что они о чем-то договорились, а если у вас анархия, то они еще ни о чем не договорились, они не участники ничего. Вот это и есть вот пункт моего доклада, да? Ну пока у нас нет вот того третьего уровня искусственного интеллекта, то ничего. Ну либо появляется крутой искусственный интеллект, который разруливает нештатные ситуации. Машина Тюринга? Нет. Нет. Смотрите, я вам говорил, что машина Тюринга, сейчас, во-первых, резко расшевеливается вот эта вот рамка. Сейчас появилась машина Тюринга на представлениях ли. Это вообще нечто. то есть на непрерывном пространстве. Мы вычислять на этом машине Тюринга физически не можем? Можем, потому что в этот момент начинают работать физические вычисления на фотонах, на квантовой, да. И там много чего сейчас делается. Оптических вычислений много. Я вам могу показать работу, но это уже другие доклады, вы понимаете. Я как бы меняю резко тему. У меня на эту тему тоже есть, но это еще на два часа. Я говорю, пока лучше не обсуждайте, потому что это не ближайшие пять лет. Хотя некоторые говорят ближайшие пять лет, но мы же не верим. Вруху, теорема Гёделя не имеет отношения сейчас к разговору, потому что теорема Гёделя, если ее копать, она вообще не про то. И вообще никто не сказал, что вычисления идут на машине Тюринга. Я обычно обсуждаю так, что правильно ли я понимаю, что атомный взрыв, который весь из себя аналоговый, такой вот, хорошо моделируется на машине Тюринга. Вот стоит суперкомпьютер и вычисляет. И абсолютно аналоговый процесс более не менее точно вычисляет. И мы начинаем понимать в этот момент, что вообще говоря, а? Атомный взрыв не очень грубый, вы можете очень хорошо. А фишка-то в том, что вы все можете приближенно вычислять, что вам вообще приближения работают, что иначе физика вообще не работала, у вас не было модели мира. Поэтому, ладно, ребята, я говорю, мне достаточно иметь модели мира, не иметь математического ответа, мне же надо физические ответы иметь, как бы реальные, которые я могу использовать в жизни, а не теорию. Я просто хотел несколько вопросов тебе спросить и вообще как бы аудиторию. Я, ну, не знаю, вот тут история слушалась, это там сколько, два часа мы слушали, а вообще, какие сделали для себя? Потому что я, например, 2.30 примерно. Вот мой доклад суммарно 2.30 шел. Я увидел, но узнаю, понятно ли это там вот вам вы тут сидели, ну, то есть слушали и молчали. Там Ярослав большей части создавал. Мы здесь. Да, ну, как бы Ярослав большей части, я не знаю, работает, нет? Микрофон работает, да? А, так вот, как бы, ну, то есть, с чего вообще доклад там начинался? Я не знаю, для себя кто-нибудь параллель провел? Помните, двое из ларца одинаковых лица, да? И вот этот вот парень, который говорит, вы что за меня теперь еще есть будете, да? Вот это вот те системы умные, про которые, как бы, мы говорим сейчас, это про то, что системы, по идее, должны работать настолько хорошо, что он за вас еще есть будет. Вот. Но вы хотите, чтобы... да, и будет есть, но... Когда я говорил, полная тотальная автоматизладная, и я так и говорю, что и пасть будет, и есть будет. Вот. Но, 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 собственно, да, как бы, у меня вопрос, вы как бы вообще это поняли из вот этого доклада? Я, я вот это понял. Ну, то есть, это раз. Второе, как бы, вот если, ну, блокчейн не работает, вот тут я пример, опять же, перерывы приводил, там, если не работает, то вот в запас, да, вот это запас компания, которая обувь начала первая в интернете продавать, они придумали, как это не работать. У них, они придумали, ну, заново логистику изобрели, и заново изобрели сервис. Когда у них колл-центр, если ты в колл-центр звонишь и говоришь, я пиццу хочу, у них не говорят, ты дебил. У них говорят, хочешь пиццу, значит, окей, вот тебе там пицца, вот тебе телефон, вот тебе это. Хотя, говорят они, они про эту книжку написали, лучше так не просите, не спрашивайте, но если что, мы так вам ответим. вот как бы, вот сейчас вот, если мы дау, да, берем, то вот, почему вот дау не работает на массы? Потому что, когда человек приносит деньги в дау, а он деньги готов нести, он говорит, я хочу, значит, там, он причем говорит, не я должен, он говорит, я хочу. Фундаментальная проблема дау в том, что каждый хочет, а не в том, что каждый дает. Вот, когда он приходит, он говорит, я хочу получать деньги с этой системы. Он не говорит, я хочу дать денег, чтобы мы все были богаты. Он говорит, я хочу денег с него получить. И когда он деньги дал, и у него эти деньги отняли, ему говорят, ты дебил. Все, другого ответа нет, ты дебил. А здесь есть вышестоящая инстанция. А здесь есть вышестоящая инстанция. По-двоему, это вышестоящая инстанция, это дау. Потому что, еще раз. Так, еще раз. что говорит Дейтс. Что говорит Дейтс? Дейтс, вот книжку, помните, я там приводил. Значит, Дейтс начинает свою книжку с того, что, как легко вот узнать о существовании организации. Он говорит, вот стоит банкомат, прям пример финтеха у него вот в этой книжке. Стоит банкомат, вы хотите разменять 100 долларов. Он выдает одну 50-долларовую купюру, и дальше говорит Хрю. Говорит, и что вы делаете? Вы обращаетесь к банкомату, и говорите, уважаемый банкомат, ну, говорит, безумных-то таких нет. Первое, что вы ищете, вы ищете организацию, куда он принадлежит, телефон, чтобы позвонить ближайшему человеку, который ответственный за то, чтобы этот аппарат работал. Говорит, и по-другому не бывает. Жизнь на земле вот так вот и организована. Это ровно вот оно. А, как бы в случае вот тех систем, которые мы обсуждаем со смарт-контрактами, и все, вот этого номера телефона нет. Говорю, все, не работает. К этому банкомату будут самые рисковые люди приходить. Вот. А, собственно, а другой, вот этот же аналог, да, другой, вот буквально на днях, ну, на днях, в течение месяца, наверное, был случай. Я не знаю, кто услышал, нет? Алекса, знаете, что такое система? У Амазона есть коробочка такая, которую вы дома ставите, с ней разговариваете. Да. Собственно, вот есть коробочка, вы с этой коробочкой разговариваете, через нее заказы делаете. Слышали, да, наверное, про нее? А слышали про историю? А слышали про историю, когда девочка, там, пяти- или, там, шестилетняя, заказала себе куколку. И она заказала в обход системы, потому что до этого родители заказывали что-то, она сказала, хочу куколку. И система заказала, обработала заказ. Вот. И родители сказали, какая девочка у нас умная. И про это по телевидению, ну, там, репортерша, которая по телевидению, она говорит, а девочка-то шесть лет, заказала себе куколку, всего лишь сказав, хочу куколку. И все системы... Окей, Олекса, да? Окей, Олекса, да. Вот, хочу куколку. И когда она это с телевизора сказала, у всех, у кого дома была включена Олекса, у всех заказалась куколка. Понимаете, да? Понимаете, да? Вот это вот, это как раз и есть, вот ваша система DAO. Хочу куколка, все... Я в порядок с такси, знаете, сделайте, сделайте эксперимент. Вы не представляете, в какой мир вы попадаете, потому что я таксистам объясняю, я говорю, вот вы понимаете, что мы тут едем, а нас-то слушают тех, как? Ну вот мы про Яндекс говорим, что у вас тут Яндекс. Вот смотри, слушай Яндекс. И у него навигатор говорит, бульк, возникает экран, и Яндекс начинает слушать. Таксисты смеются, но вы понимаете, что ухо у вас всегда есть. Оно уже включено, оно уже как бы у нас всех есть. И соответственно, как бы, это вот как системы эти сейчас работают. И соответственно, из этого, да, вот вывод какой? Как бы, мы сейчас исходим из того, когда к этой системе, мы так ее проектируем, мы исходим из того, что и шашечки, и ехать. А извините, она либо шашечки, либо ехать. И вот про это, собственно, был там, как мне кажется, доклад. И раз уж как бы мы про это говорим, то там, опять же, мы не учитываем, и вот этот пример с Алексой, он был про то, что мы не учитываем, что системы, которые проектируются, как ракета, сейчас, они не проектируются, при этом, как интернет вещей, вот который, как вы слышали, был взломан там 5 миллионов устройств, да, вирус, который просто дефолтные пароли запустил, и вся эта система стала ботнетом. Слышали, нет, про эту историю? Нет? Да, вирус, который просто дефолтные пароли включил, и 5 миллионов устройств стало ботнетом. Вот как бы тут 5 миллионов, ну, там 5 миллионов аккаунтов, база, значит, там стало это. И как бы, заканчивая просто вот эту историю, а, и как бы, ну, из серии подконтрольной, да, то есть, в тот момент, когда вы вдруг самоорганизуетесь каким-то образом, вот эту вы систему проектируете, всегда, ну, там, предполагаете, что вот как недавно случилась история, когда американский суд взял самую крупную биржу, этого, блок биткоина, вот, и пришел туда прям запрос судебный, к вот этим вот юридически, где они прописаны, ребятам, со словами, ребята, а вот отчитайтесь, какие у вас там деньги ходят. Прямо вот можете нагуглить эту историю. Отчитайтесь, и будьте добры, по налогам отчитайтесь, какие деньги от кого ушли, кто эти люди, IP-адреса, пожалуйста, вот. И что? И про то, что как бы, когда вы думаете, что вы тут независимо от государства эти системы проектируете, нифига. Я беру сейчас, я беру сейчас даже децентрализованные. Кому ты отошлешь? Вот. И как бы, и, и, но, и примеры этому, вот децентрализованные, силкроат, кто знает силкроат, поднимите. Это не децентрализованные, это централизованные. Разница, ты понимаешь? И слушай, она, ну, как бы, но, еще раз, как бы, нашли же этого чувака? Нашли. Вот. Вот. Ну, еще раз, она, она децентрализованные ровно до тех пор, пока мы не спрашиваем, кто? Нет. Пока работает гриппография, пока работает гриппография, там все нормально. Просто говорится о том, что если централизованное, то да, конечно, тут все в этих хором говорят, что нормально, да, и государство на появляется, и понятно, кому идти, если что. А мы говорим о тех ситуациях, когда реальная децентрализация, а куда идти к клиенту в этот момент, непонятно, он и не идет, гад, он гад и не идет.